Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слово «анализ» вам знакомо? Или вы его только в поликлинике слышите? Что говорило о том, что в помещении находится четвертый? Наверное, надо было обратить внимание. На что? Почему не обратили? При входе одежды и снятые обувь можно было посчитать. Здесь накрыто на четверых. Не на троих, на четверых! Ведь все разжевано! В следующий раз буду стрелять в голову, раздумать не хотите? Значит так, сейчас всем кагалам в центр физической подготовки. Двойная норма. Ночью тренируем наружное наблюдение за объектом. Всем ясно? Вообще-то мы и так всю ночь не спали. Настоящий оперативник, как молодожен, может не спать несколько суток. Вперед! Стоять! Спокойно, свои! Майор Хлоев, МАД. Что, не узнал? С какой целью? Зови начальство! Планируется нападение на вашу часть! Здравия желаю, лейтенант Агабеков. О каком нападении идет речь? Майор Хлоев, МАД. Есть информация. Базгаев хочет навестить в вашу часть. Проходите. Сколько человек? Когда? Подожди, у меня тут все записано. Информация точная? Точнее не бывает, сам слышал. От кого? От самого Базгаева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игла. Переносной зенитно-ракетный комплекс. Работает с целями на высоте до 4 километров. Это же новейшая модификация. Войска только поступают. Вот-вот. Каждая штука чуть ли не на учете вон стоит. А тут вон со склада в Ингушетии пять комплексов вынесли. Насчет Базгаева это точно? Точно. Есть неопровержимые факты его участия в нападении. Теперь у него еще и пазырка. Он же не знает коды активации. А если знает? Или ему удастся сломать защиту? В общем, Равин Муратович, принято решение о создании новой спецгруппы, которая будет заниматься... Сидеть, сидеть. Непосредственно Базгаевым. Его нужно остановить. Подумай насчет напарника себе. Так есть же напарник. Егор Смирнов. Да, Смирнов. Он же тогда к Базгаеву почти подобрался. Я помню все, прекрасно помню. Про шесть полевых командиров помню. Отличный парень. Чего распинаешься? Он же после плена в паркетники перешел. Захочет ли он опять в строй вернуться? Захочет ли он опять в строй вернуться? Захочет ли он опять в строй вернуться? Не куш! Готов встречу. Хреново у тебя по-прежнему с наружкой Давно тебя срисовал Здравия желаю, товарищ майор Или как теперь правильно? Господин майор Правильнее подполковник Для тебя, надеюсь, по-прежнему товарищ С чем, пожалуй, товарищ подполковник Старик команду собрал Особый статус Работаем по всему Кавказу Полномочия выше крыши Отчинение непосредственному центру Вот хотел тебя привлечь А то твой старинный знакомый достал насовсем Без Греф Сейчас, судя по всему, что-то серьезное задумал Так что давай к нам К работе нормально вернешься Да нет, вовсе там как-нибудь без меня Я же уходить с конторы собрался Как это уходить? Егор, ты опера, от Бога Докончился опер, родиль Сдох Когда Базгар к башке моей пистолет приставил Вот тогда и сдох Там в плену мальчишка со мной сидел, Женька Извали Все меня по имени и отчеству называл Глаза заглянуло Сам понимаешь, месяц пленок Я в десять лет жизни родной стал И вот вывели нас Хромой начал решать, кого из нас шлепнуть И вот тут равилья сдрепил Ты поверишь, Богу начал молиться, чтобы меня спас Да он и спас Мазгар тогда Женьку застрелил Я жить не знаю, как после этого А ты говоришь На службу возвращайся Матери в глаза посмотреть не могу до сих пор Почему-то вспомнилось Раскасание Грицаева, кажется Русско-японская война Маньчжурия Приводит к русскому офицеру-капитану Двух китайцев Старика и мальчишку Их подозревают, что они японские шпионы Ну и капитан По закону военного времени Отдает приказ их расстрелять И вот лежит потом Ночью в окопах капитан Это блядя на звездное небо И думает Вот две тысячи лет назад Была Великая Римская империя И был не офицер Такой же, как он И служил он верой и правдой этой империи А потом вдруг до него Дошло Где-то уже давно Немецкой империи Которую все считали Вечный Не офицер этого Ну и к чему ты это? Да понял вдруг капитан этот Что возможно скоро Не будет ни его Ни империи Которую он служит И вся борьба за нее Стала для него вдруг Бессмысленной Вон куда тебя занесло Удобная философия И совесть чистая Делать нечего Мудрецом себя чувствуешь А если ребенка А если ребенка Истязают Женщину Насилуют И убивают Тоже не замечать Вон недавно В Ставрополье Две чеченские девчушки Двадцать человек Вместе с собой Подорвали Все на куски Одной было Семнадцать лет Другой пятнадцать Базгаев приказал Командирам полевым Готовить Подростков Для терактов Вспомни сколько Базгаев вместе С арабскими Наверниками Мирного селения В Дагестане Положили Ведь стариков И детей убивали Да и Женя Это он Когда стрелял Он ведь Не об империях Думал Он так просто Убивает Так Между прочим Егор Александрович Здравствуйте Здравствуйте Наталья Николаевна Я думаю Кто это Женя Святой Мамагил Купленос Простите Наталья Николаевна Я буквально На пару минут Вот Возьмите Что это? За Женю Ну я Получаю Каждый месяц Это дополнительно Теперь полагается Мне расписаться нужно? Нет Не надо Я расписался Может поужинать Со мной? Простите Наталья Николаевна Мне бежать надо Понимаю До свидания До свидания Егор А того Который Женя убил Вы его поймали? Нет Не поймали Мы его уничтожили Шамиль А ты А ты Дю Диач Восстан Борди Салам Шамиль Алейкум Чай Спасибо Ты уже все знаешь Почему ракеты не попали в цель Они не могут попасть На каждой из них стоит программа Свой-чужой Она не даст сбить российские самолеты Как отключить эту программу? Ее нельзя отключить, Шамиль Пробовали Не получилось Как ни старались Ты можешь найти ракеты Которые полетят? В России нет А за границей? Думаю, да Надо будет выяснить Что осталось в советское время Тогда на ракеты Такую программу не ставили Но это будет стоить денег Больших денег Я дам тебе денег Столько, сколько нужно Даже больше дам Ты главное Найди эти ракеты Это очень важно Маме своей Вроде Самое необходимое завез Ну вот так Загляните к ней Перед отъездом Мало ли что Я сама собиралась Угу Так, это Тахламон гуляет еще Гуляет Ты ему там спуску не давай Пускай читает каждый день Хотя бы страниц по двадцать Я его знаю Будет с утра до вечера Футбол гонять Молбесом растет Ты надолго? Да надеюсь, что нет Тать Ну-ка Ну то что там Да у нас там ничего серьезного Так, плановая командировка По разновлядке Первый, первый Отверстие было читать Не стреляем Первый настрел Не стреляем Мы на месте Группу доставили Не стреляем Вас понял, как он Не стреляем Четыре дня назад В районе ножа юрта Пытались бить вертолет Местного госпиталя Стреляли из иглы Два раза Ракеты ушли с курса И самоликвидировались Осколки осмотрели Те самые ракеты Со склада в Ингушетии Скорее всего Пристреливаются Скорее всего Ну тогда я думаю Что Базгаев уже знает Что с Пузырька Что-то не так Знает Вопрос Что он теперь предпримет Да, и вот еще что По данным центра На прошлой неделе Буквально за один-два дня Резко возросли Финансовые поступления Боевикам из-за рубежа И к тому же Прокатилась целая волна Грабежей По всему Кавказу сразу Есть сведения Что за этим всем стоит Базгай В любом случае Началось движение А действовать бойки Будут через свои каналы В общем, поднимайте старые связи Осведомители Все на работе Родственники Знакомы Пошел, пошел Работай, по первой Работай, по первой Давай Граната Уходим 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 Пошел Ну чего Вот его Опознали Среди убитых Боевиков Напавших На вашу машину В Назране Но В базе данных Его нет Это точно Ясно Еще что-то есть? Только это Один из допадавших Потерял на месте преступления По рисунку установили Что кузнец Который изготовил кинжал Сунжинского района И судя по всему Он большой мастер У Андреева Из ингушского управления В Сунжин Вроде штык свой был Помнишь? Да Этот как его? Шустрый момент А Тогда вы и проверим А Сбежись еще с МВД и военными Тимон, что ты делаешь? Проверяю информацию Вот это что? Оригами Что? Оригами Японский журавлик Успокаивает Чертик, кого набрали в контору? Ничего сказать не могу Ну правда Я ничего не знаю А сам Давно с деньгами не занимаюсь Завязал Неправильно ведешь себя в момент Мне ведь ничего не стоит Намекнуть друзьям твоим Что это ты поставил нам Исламу Дауру Ну чтобы приударить За его женой Как знаешь Стой Есть один человек Кто такой? Исмаил Салаев Он вроде С деньгами связан Ну и как найти его Где он живет этот Исмаил Салаев Кабарда Город Баксан У него там дом И вот еще Говорят Что ему Мент один помогает Племянник Очень большого человека Кто такой? Заур Каенов Племянник Вице-премьера Кабардино-Балкарей Перехватим на три разговора Возможно Звонил Базгая Вряд ли Хромой старается Телефоном не пользоваться Созвонит-то один Максимум два раза Таравиль Я пробил этого Салаева Мутный тип Надо его дом брать Под наблюдением Что думаешь? Ну да Я уже связался С местным управлением Баксан Обещал Есть конкретная информация Что Ахмед Сатиров Один из связных Базгаева Откуда информация? От Магумо Проверенный источник Слушай внимательно Студент Прежде чем Что-то сказать Предложить Или не дай бог Что-то поменять Считай доста В этот момент Тщательно проверяй информацию Иначе ты отнимаешь Много времени и сил Ты меня понял? Так точно Твое дело Слушать и выполнять указания Ясно? Так точно Я тебе объясню Тимур Есть такое понятие Кровная месть Так вот этот Магумов Кровник Сатирова Он уже вот здесь Понимаешь? Он всех доставил Он кадыровцев предупредил Ментов предупредил Тебе теперь слил информацию Понимаешь? Понимаю Отлично Собирайся В боксан со мной поедешь Егор Александрович Вы конечно извините Но по-моему Зря все это Два дня уже сидим Ну приехал Каянов Уехал И что? Возможно ты и прав студентом Впустую Часок еще посидим И поедем Местным передадим По скаяху Нарушку больше Ой Ой Егор Александрович Вот эти Каянов 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 Точно Он его машина Егор Как дела? Да ничего Нового Равель Самарю С утра Уехал Каянов 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 Стоп А чего ему В пустом доме Делать? Значит У нас кто-то есть И кто-то Очень важный Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Вот это Солар Ассаламу алейкум Дедочный, что ли, Андрес? И этот? Твою дивизию видел, что здесь нужно. Пойдем, посмотрим. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. В чем дело? Нам нужен Исмаил Салаев. А его нет. А ваши документики можно посмотреть? Свои ребята. Лейтенант Бигбаев. Старший лейтенант Саидов. Извините, а это у вас кто? А это мой брат. Он что, чеченец? Да нет. Уважаемые, ваши документики можно посмотреть? Уважаемые документики. Документики. Саламу алейкум. Мышленные документы получили. Поехали! 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 Панагам! Поехали! 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 Никого больше? Вроде никого! Это готов! Молодец! Хорошо стреляешь! Говорил же, педаган! И чего менты-то досунулись к Салаеву? Нестыковка между нашими ведомствами! Им дали задание проверить группу адресов! Черт! Салаев и у них успел засветиться! А Салаева-то взяли? Нет, не взяли! Как в воду канул! Но есть адрес брата Салаева! Смотайтесь к нему! Проверьте! Федерал! Вам чего здесь надо? Нам нужен человек, который вы сейчас захватили! Не повезло вам! Ни одного живого! Хотелось бы посмотреть? Да! Немного ли хочешь? Сказал же, живем, никого взять не удалось! Да что ты на меня так пялишься? Тихо-тихо! Шато перевалочная база Гилаева пять лет назад! Хасам, вот ты такой большой, я ума не приложил! Как я в тебя промазал? Да я смотрю, знакомое лицо! Да, промахнулся! Ну и ты жив остался! Слава Аллаху! Да кто мог подумать, что вот так будем вместе! Пойдем взглянем! Пойдемте! Пожди, отставим все в порядке! Верон! Не жалкий, в эвак! Пойдем! А мне не нужно, пположим! Пойдем в душе! Пойдем! Да! Руки! Пойдем! Пойдем в кредит! Вдруг? Кажись! Спасибо, что легко отделался! Хасан бы тебя на куски порвал. С братом Ибрагимов был связан. Я вам говорю, что не знаю я никого. Не знаю! Я Шамиля последний раз видел год назад. Честное слово, я никого из них не знаю. Местное управление установило, с кем встречался Салаев. Так сказать, его круг общения. Ну, скорее всего, это рядовые пособники, но среди них может быть и связной для передачи денег Базгаева. Вот. Вот этот особенно интересен. Султан Ибрагимов. Несколько раз попадал в сферу нашего внимания, но всячески каждый раз удавалось отвертеться. Короче, берем под наблюдение всех. Подключаем местную наружку, слушаем телефоны и особое внимание Ибрагимов. Ладно. Подписывай. ПОДПИСМЕНТЫ БОДИЯ Ассаламу алейкум. Дорогу показывал. Вроде бы с федералами не сотрудничать. Говорит, вроде бы. Знаешь, Мурат, силу надо поддерживать верой. А веру силой. А лучше еще наказанием. Тогда у нас будет больше преданных людей. Да, Вик. Дорогу. Он сказал, что у него есть хорошие ракеты в Грузии. Еще с той. Старой версии. Советские. Без программы свой-чужой. Любой Кием чудо и трудоц, Ракетч. Без программы. Мурат. Ракетч, что ты делаешь? Шамиль. Уй, как вы думаете, что вы думаете? Ракетч, что вы думаете. Он не знает, что вы думаете. Он не знает, что вы думаете. нам нужен надежный человек который доставит эти ракеты из грузии у меня есть такой человек а и сады горе он сон там вознял бой швастнар бунт совайн родил дуцигая Ха-ха-ха-ха. Тада! 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 Егор Александрович, тут вот какое дело. Ибрагимов, который по делу Салаева проходит, он, видимо, где-то в горах был. Короче, сначала ему кто-то звонил с неизвестного номера, потом он сам. Но связь плохая, ничего не разобрать, только обрывки. Ну, не тяни, студент, о чем говорили. Непонятно, странный разговор, шифр какой-то. А где сейчас Ибрагимов? Вот-вот на равнину выйдет, там связь появится, мы его ведем. Звонок! Слушаю, рад тебя слышать. Ну как, готов к празднику? Да, готов. Вот только меда не хватает. Много надо. Тетка Зульфия говорит, есть хорошая ярмарка. Поезжай, найдешь мед. Адрес запомни. Воронеж, улица Ленина, 12. Приезжай к часу дня. Торговля лучше всего. Я приеду. Конец света. Воронеж, улица Ленина, медовая ярмарка. Но это деньги. Передача денег произойдет сегодня. Воронеж, так они шифруют шатой. Но только там нет улицы Ленина. Какие там вообще улицы? Как там всего пять? Центральная, молодежная. Аптичная, советская. В центре инициоваться не будет, светиться им ни к чему. Все произойдет на окраине. Значит, советская идеальна. И Ленин советская, да? Во сколько? Час. Последний раз они прибавляли два часа, три. Все произойдет в 15.00. У нас совсем нет времени. Митц, я холопец. Ибрагимов ехал в город. Повторяю, Ибрагимов ехал в город. Пошло движение. Ну, наконец-то. Тебя гость ждет, а ты ездишь где-то? Нехорошо. Чего ты решил, что он связный? Может, машину придет сремонтировать? Ну, вот сейчас и увидим. Вот он идет. Похоже, привез что-то. Тяжелый свертвичек. Что это? Деньги. Ну, если деньги-то немалые. Угу. Эх, проследимый. Сейчас свяжусь с нашими, пусть номера пробьют. Может, привезти прямо к Базгаеву. Мояк надо ставить. Нельзя, слишком опасно. По инструкции запрещено. Так черту инструкции. Уйду, Травиль. Тимура, предупреди. Тимур, серебристая девятка. Е719УР. 20 регион. Задержи. Извините, сейчас. Это буквально минута. Ты что, права купил, что ли? Давай быстрее, я тороплюсь. Что у тебя там случилось? Полина, а? Что случилось? Да я не знаю. Она переходит с первой на вторую. Все время мокрой. Целодейство. Пошли. Останемся. 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 Есть, есть. Давай, давай, давай.